Приветствую вас! Прежде всего, мне бы хотелось уточнить, что вы задаете свой вопрос в раздел «Психология», а не в раздел «Эзотерики». И если речь идёт о приворотах, то, соответственно, вам лучше написать, наверное, в раздел «Эзотерический», там вам помогут. В этом контексте несколько более, наверное, лучше. Мой ответ будет чисто психологическим и основан на науке «Психология». Примечательно, что вы написали, что сделали девушке приворот, как она говорит. То есть вы сами, как бы, в это, ну, не так, чтобы и верите особо, да, получается. Вот она вроде бы говорит, что, ну, что вроде бы сделали приворот, да, вот вроде бы. Ну, вы как-то вот знаете, как-то вот вы ей не очень верите. Ну, мне так показалось. По крайней мере. Это проблема. Это проблема. Эта проблема, в первую очередь, именно для вас. Потому что вы ей не верите. Если есть недоверие, значит, есть проблема в отношениях. Если есть какие-то проблемы в отношениях, значит, между вами что-то идёт не так. А это, в свою очередь, означает, что девушка может быть, ну, не так уж и искренне с вами, и, может быть, она не так уж и хочет быть с вами в отношениях. То есть это не факт, конечно. Но то, что это может быть правдой, на мой взгляд, ну, вполне в себе. Вполне в себе причина. Значит, дальше идём. Вам необходимо самому, соответственно, определиться тогда, вы своей девушке верите или у вас есть какая-то доля сомнений в том, что она говорит. Потому что если у вас есть сомнения в том, что она говорит, то эти сомнения вам с ней нужно обсудить. В любом, опять же, случае. Почему? Потому что иначе вы не будете искренне друг с другом. А это, в свою очередь, означает, что если вы не будете искренне друг с другом, то вы не сможете продолжать отношения. Да? Далее. Далее. Следующий момент. Заключается он в том, что вы написали как бы от лица девушки. То есть это как бы вы выступаете здесь её представителем. То есть вот есть девушка, она такая очень скромная, очень, ну, я не знаю, боится, может быть, чего-то, каких-то вещей. Вот. И, соответственно, она не может сама обратиться за помощью, ну, например, к тем же эзотерикам, допустим. Да? Она не может что-то сделать. И здесь у меня, конечно, есть вопрос. Почему? Почему обращаетесь за помощью вы, вы, а не она? Ведь если, допустим, на ней действительно приворот, то, ну, совершенно очевидно, что, ну, нужно её обращение, нужна её фотография, её, да, порождение. Но всё это нужно, нужно. А вы, как бы, ничего этого не даёте. То есть, возникает вопрос, а так ли девушка тяготиться, например, тем, что у неё приворот? Всё. Понимаете? Дальше. Идём, идём. Следующий момент. Следующий момент касается того, что приворот с точки зрения психологии, это что-то мистическое. То есть, это мистифицированные такие понятия, мистифицированные такие представления, которые позволяют человеку снимать с себя ответственность. То есть, смотрите, вместо того, чтобы сказать «да», «да», я действительно, значит, ну, изменилась, я действительно, ну, например, перестала хотеть семью, я действительно, ну, перестала, например, испытывать чувства к тебе, да. У меня тогда вот, чтобы человек сказал так, а она говорит, что это приворот. Но при этом и не делает ничего для того, чтобы, ну, чтобы что-то поменять, поменять, да, чтобы что-то переделать. И у меня возникает вопрос, опять же, тогда, возникает вопрос, насколько девушка заинтересована в том, чтобы, ну, чтобы избавиться от этого приворота. Понимаете? И насколько человек несет ответственность за себя, за свои поступки, например, за свои решения какие-то, за свои действия какие-то. Понимаете? Понимаете? Вот. Это важно. Правда, это очень важно. Если вы постараетесь вместе с ней об этом подумать, то ситуация может исправиться. Ну, то есть, как, как исправиться, да? То есть, тут важно понимать, что, то есть, сейчас девочка испытывает давление, очевидно. То есть, у нее есть давление с вашей стороны. Давление, с вашей стороны, ей, скорее всего, не нравится, и отчасти поэтому, может быть, она не хочет, чтобы, ну, приворот исчез, если он действительно есть, потому что ей так удобно. Поскольку от приворота она может избавиться сама и только сама, то я полагаю, что вам имеет смысл ее сейчас немножко опустить. То есть, говоря другими словами, вам имеет смысл позволить ей побыть в свободном плавании, чтобы она, ну, побыла наедине с собой, чтобы она подумала, чего она хочет и является ли вообще, как бы, то, что она испытывает, приворот. Вот, может быть, может быть, это все-таки не приворот, а что-то другое, может быть, это, ну, все-таки ее желания какие-то, понимаете, вот. Ну, а вам, соответственно, нужно быть готовым к тому, что ваши отношения могут завершиться, вот. И здесь у меня, опять же, только к вам вопрос, что заставляет вас, человека, ну, в общем-то, логики, да, каким вы являетесь, я полагаю. Все заставляет вас верить девушке в том, что это действительно приворот. Матя, может быть, вы не хотите признавать того, что ваши отношения могут завершиться. Может быть, вы боитесь потерять девушку настолько, что вам легче поверить в приворот, чем, ну, чем признать, что у вас есть проблемы. А может быть, вы сами от чего-то бежите в отношениях. Я полагаю, что это тоже весьма-весьма важный момент. Подумайте, насколько вы честны сами с собой, и это прямо укажет на то, насколько вы честны с девушкой. Я вам желаю удачи, я вам желаю принятия реальности такой, какая она есть. Я желаю вам жить в реальном мире, а не в иллюзорном. И я желаю вам, чтобы именно у вас не было противоречий. Если они, конечно, есть. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете писать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Поехали!